Здравствуйте, мои дорогие друзья, садоводы и огородники! Я Маша Васильева и вы на моем канале Сад Огород и Зимняя Теплица. Это видео будет полезным для покупателей рассады, для людей, которые еще не определились, где покупать, что покупать и какие сорта покупать. Сегодня я покажу вам, что посеяла, сориентирую вас по ассортименту. Я покажу вам такой очень краткий обзор, что у меня растет, но выводы делать по рассаде рано, потому что сегодня середина апреля, а через две недели вы увидите, конечно же, совершенно другую картину. Это будут уже не какие-то малыши-карандаши, а вполне себе крепкие, возмужавшие такие подростки. Покупая у меня рассаду, вы можете не волноваться, что я вам что-то подсуну, потому что это против всех моих правил. Моя цель сделать так, чтобы вы были счастливы и довольны, чтобы вы думали про Васильеву, улыбаясь, и желали к ней еще разок вернуться. Приятного просмотра! Рассада выросла за городом, в прекрасном экологически чистом месте, в поликарбонатной теплице 10-метровой, без применения минеральных удобрений, так как я занимаюсь природным земледелием. Все растения в своей теплице я выращиваю с большой любовью, всем даю наказ радовать своих новых хозяев. Томаты. Крупноплодные, высокорослые, индетерминантные томаты. Это сокровища инков, зарезервированные уже все. Медвежонок еще немного есть, ананасных немного есть, сахарная голова, розмарин, пуза-тохата. И томаты, которые мы привыкли в магазине видеть, как томат на ветке, это кистевые томаты, красивые, ароматные, снегопад и красным красно. Низкорослые, крупноплодные. Сибирский тренд осталось, наверное, штук 10. Есть еще пока морозка, а также томаты, которые не требуют посынкования и фактически никакого ухода. Очень урожайные, это полным-полно. Мечта огородника, Бонни М, Снегирь, Санька. Это томаты открытого грунта. Черри. Желтые. Все, которые фирмы партнер, осталось их очень мало, но они такие дорогие, но стоят того. Черри, оливка, балконное чудо, это горшечные малюсенькие, сладкие гирлянды, это черри. Я физалис поместила сюда, в черри, но это, в общем-то, не черри, а физалис. Вот такой вот интересный клубнично-ананасовый вкус. И тоже осталось очень мало. Еще я сюда добавила в ягоды землянику, ананасную Александрию. Ну, тоже, как бы, они тоже такие, на зубочек, можно сказать. Ну, и томаты черные, тоже сладкие. Черная принцесса, маниста, самые сладкие, я считаю. Черные томаты, это черная принцесса, маниста, шоколад, черная пантера, шоколадка, чернослив и, конечно, конго. Дорогущий томат. Осталось, наверное, пару штук всего. Огуречки и прочее-прочее. Огурчики всевозможные, сорта замечательные, хрустящие корнишончики. Цена будет и 20, и 25 рублей. Это зависит от объема и от размера, сколько я его растила и в каком объеме. Будут кабачки Малыш, Дракоша, это в основном. И совсем чуть-чуть останется Мини Гольд Кавели. Это дорогие кабачки. Я буду их испытывать, буду сорт, поэтому посею весь пакет. Что-то, да, останется немножко. Будут у меня патиссоны, будут у меня тыквы мускат де прованс, а также будут розовые пышки, очень вкусные тыквы. Кабачки белоплодные, свеколка уже для вас растет, арбузики и дыньки уже для вас растут. Питуньи ампельные, питуньи кустовые, махровые, гофрированные и самые, что ни на есть, обыкновенные и прочие-прочие цветы. Гелихризум, бессмертники, гвоздика, шаба, черный плащ, астры в большом ассортименте, бархатцы, любименькие наши, анютины глазки, виолы. Я не сажаю их по сортам, все смешиваю, и это будет смесь. А также георгинчики, веселые ребятки, ну не веселые ребятки, а фигаро, фигаро они по махровее. И сальви, колеусы, красавцы, как комнатные, так и уличные. Украсят любую клумбу, украсит любой подоконник. Колеусы, это и комнатные цветы, и уличные. Пеларгония, герань, это и комнатные, это и уличные цветы. Бальзамины, также можно выращивать как уличные, как комнатные. Ценерария, тоже так же. Это ценерария гибридная, она может расти как в саду, так и в комнате. Многолетники, Будлея Давида, Примула Желтая, Дельфиниумы, Тихоокеанские смесь, Ассорти, кто какой, я не буду знать. Есть еще у меня немного пионов, осталось немножечко. Надо спрашивать, гладиолусов есть немного. Ну и так, хризантема, мультифлора тоже есть. В общем, надо спрашивать. А также есть у меня гацанья, чуть-чуть осталось, хризантемы несколько штук осталось, вербены еще чуть-чуть есть, эустомы совсем мало осталось, капуста декоративная, ценерария серебристая, нерембергия. Наверное, еще не слышали такое, это как лобелия, только цветет вот такими колокольчиками. Тоже немного еще есть, а также всеми любименький медово-пахнущий алисум. Как я вам говорила, петунии всевозможные есть у меня ампельные, есть кустовые, есть у меня петунии махровые, густо гофрированные. И также еще есть баокопы и цены очень разные от 25 рублей, наверное, даже от 15 скоро получится, потому что уже черенкую, значит, на вот так, чтобы еще на разные, как говорится, ценовые категории. Но есть у меня и по 350 уже такие растения, которые вы получите, сформированные, здоровые, красивущие. В общем, есть все. Настурцию в этом году тоже сделаю рассадой. Капуста на любой вкус. Кальраби. Капуста цветная. Ботавия брокколи. Маратон брокколи. Брюссельская геркулес. Пекинская билко. Средняя и поздняя. Сахарная голова. Чудо на хранение. Калибос. Краснокочанная пирамидка. Ранняя. Карафлекс пирамидка. И желанная. И всеми любимица. Мегатон. Немножко славы еще есть. По 15 рублей она. Перцы. Баклажаны марципан. Баклажан марципан. Перец острый горгона. К сожалению, весь уже зарезервирован. Перцы вишневых немного осталось. Нежность есть еще. Атлантик есть. Дива дивная. Еще пока есть. Буйвол красный. Великан голландский. И есть еще один ящик перца, который называется Рамиро. Это перец такой тонкий, бордовый, такой длиннющий, очень вкусный. Вы можете купить у меня разнообразную зелень. Щавель, кровавая мэри, бельвийский, пастернак, шалфей, котовник, Исоп, сельдерей, корневой, черешковый, листовой, спажа, чабрец, петрушка, шпинат, рукола, мангольд, базилик, лук-порей, лук-эксибишн. Эксибишн – это гигантский лук, который вырастает до килограмма. И лук-порей вкусный, сочный, замечательный зимний гигант и голиаф. Середина апреля. Так выглядят малыши-карандаши. Скоро-скоро они подрастут. И в мае, когда вы будете их забирать, конечно же, они уже все будут сформированы. Уже все будут красивые-красивые подростки. Но для того, чтобы вам достались все ваши растения, конечно же, нужно сделать предварительный заказ. Потому что в суматохе их могут просто раскупить. А сделав заказ, вы будете уверены, что ваши растения приедут именно к вам. А если это видео вам понравилось и было для вас полезно, то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И смотрите мои следующие видео про сад, про огород, про зимнюю теплицу, про рассаду, про природное земледелие. Да и про жизнь за городом вообще. Берегите себя. Всем любви и счастья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok